У наших дорогих южных соседей в Челябинске Давича обострившиеся по осени гендерные противоречия обернулись транспортным коллапсом в аэропорту федерального значения класса «Б», что вполне соответствует его названию «Баландина». Форменный дебош учинило странное создание, обладающее паспортом мужчины, а на рейс в Москву явившаяся в полной женской экипировке, в боевой раскраске, можно сказать, при маникюре и макияже, при котором разве что только на лбу не было написано «Вы что, не видите, что я женщина? Противные». Темой дебоша стало слишком большое личное пространство этого существа и регулярные попытки остальных его понарушать. Да простит нас преснопамятный труболитейный завод номер 69, но похоже очень, что единственный в мире гейфрезеровщик отправился покорять столицу, в теплые края перелет затеял к своим, а тут ему или ей препоны на каждом шагу ставят и так и норовят приблизиться. Началось представление еще в автобусе, водитель которого любезно согласился подвезти пассажиров к самолету в чистом летном поле. По пути этот пассажир объявил, что у него сердечный приступ. К самолету примчалась скорая, но сердечно приступленный от врачей рванул по трапу в самолет с такой прытью, что совершенно испортил всю клиническую картину. А после уже в салоне устроил почти настоящую истерику, несмотря на физическое отсутствие причинного, как думали средневековые врачи, органа. Пациент запретил к ней даже прикасаться. Доктора с удовольствием послушались и поехали к настоящим больным, а не на всю голову. Ну а вместо них явились те, кому полагается. К тому времени загадочное нечто сидело в одиночестве во всем ряду, так как никто не решался садиться рядом. Стюардесса-то, конечно, никак не устраивало, а пассажира дробь пассажирку с гипертрофированным личным пространством вполне, о чем оно и известило офицера с каким-то странно манерным, почти что китайским акцентом. Мне уже хорошо, когда будет подвозь, было бы неплохо. Я бы еще. Да, без стену было бы. Очень хорошо. В итоге, конечно, пришлось полицейским снять девушку. В хорошем смысле для оформления административного протокола. Псевдо-женская задержка составила 20 минут. Сущая ерунда, не о чем беспокоиться, специалисты подтвердят. Возникает вопрос, что это было, который имеет множество вариантов ответа, из которых самый радикально конспирологический, наверное, на тему спецоперации. По зондированию общественного мнения, выяснение, так сказать, границ, до которых сегодня можно дойти в процессе прорубания овертонного окна к евроценностям. Ну а что, почему бы и нет? К тому же, желающих сыграть главную роль в подобном социальном эксперименте, без какого-либо риска, найти нетрудно, даже и не обязательно в актерской среде, за приличный гонорар и нехилый пиар. В конце концов, как рыбак рыбака, настоящий ас пиара. Такого же пиар-аса всегда найдет. Пиар-аса всегда найдет. Продолжение следует...